Слава Украине! Привет всем от Полонского! Бывший президент, точнее подменный президент Российской Федерации Дмитрий Алкоголевич Медведев, который сейчас стал довольно-таки успешным этиловым блогером, значит, решил, выдал очередной опус, который стоит того, чтобы его зачитать вам и проанализировать, в силу того, что Дмитрий Алкоголевич решил все-таки занять место незабвенного Жириновского, а тот, как известно, в стиле Марианы Безугл, безумные, безуглые, как там правильно фамилия, знаете, опробовал различные модели политические и социальные на широкой публике, чтобы Кремль мог послушать на реакцию на его выкидосы. Так и здесь, значит, вот, как говорится, Димон, алкогном, как его еще называют, выдал очередную статью, она стоит того, чтобы ее зачитать и проанализировать. Итак, цитата, Медведев призвал наносить, цитата пошла, «вред их экономикам, их институтам и их правителям, вред благополучию их граждан, их уверенности в завтрашнем дне. Для этого надо и дальше искать критические уязвимости их экономик и бить по ним во всех сферах, причинять ущерб во всех местах, парализуя работу их компаний и государственных учреждений, находить проблемы в их важнейших технологиях и беспощадно наносить удары по ним». Ну, в стиле Сталина прямо там, Берий, товарища Берий, еще лучше товарища Ежова. Поехали дальше. «Буквально изничтожать их энергетику, промышленность, транспорт, банковские и социальные услуги, наводить страх неминуемым коллапсом всей критической инфраструктуры». То есть, да, почта, телеграф, телефоны и поехали. Все это дело по списку. Что это все значит? Это значит, что они пытаются каким-то образом запугать Запад в плане того, что Запад помогает Украине. Да, вот тут понятно, что это тупо, понятно, что это примитивно, понятно, что это съедят только вот эти вот путинские ватопитеки, которые вот сейчас, раскрыв эти хлебальники, значит, слушают Димона Алкогнома и думают, ну вот это сейчас мы уже развернемся. И в этой же, как говорится, в этой же ипостаси, вот последний доклад американской разведки о том, что Россия хочет вмешиваться в американские выборы и будет вмешиваться в американские выборы с тем, чтобы посеять неуверенность. Самое главное, неуверенность в результатах выборов, то есть, что сейчас будет делать Россия. Кто бы не победил на выборах, задача в Соединенных Штатах, хоть Байден, хоть Трамп, да, хоть там, может, вместо Байдена будет другой какой-то кандидат, не знаю, или вместо Трампа, кто его знает, мы же не знаем, чем все закончится. Вот, как бы там ни было, задача России сейчас посеять среди американцев неуверенность в результатах выборов, то есть, убедить американцев в том, что выборы будут сфальсифицированы. Вот это первая задача России. То есть, ей нужно посеять семена раздора в США с тем, чтобы американцы занялись разборками друг с другом, а за это время Россия успеет перерезать всех украинцев. Вот, в принципе, план следующий. Конечно, оно тупое, как сибирский валенок. Ничего этого не получится. Но это же надо понимать, что они так действуют. И они говорят о том, что они будут наносить вред, в том числе на выборах, в том числе вообще во всех, по критической инфраструктуре бить и так далее. Они одного не учли, эти кремлевские дурачки, что вот это все, что вышеперечисленное, то, что там Дмитрий Алкоголич, как говорится, обозначил как цель для их ударов, гораздо более критично не обеспечено безопасностью на самой России. Это то, о чем я говорил. Ни в одной стране Запада нет столь протяженных линий электропередач, водопроводов, трасс, мостов и так далее, и так далее, и так далее, водогонов каких-то. Ну нет, в силу того, что там все, расстояние гораздо короче, соответственно, бить по этим структурам гораздо сложнее. И, нет, можно, конечно, нанести какой-то ущерб, но все это делать сложно. Вы же не думайте, что там не работают соответствующие структуры. А вот на России это все гораздо проще делается. Потому что, как говорится, между перегоном одним и другим 100 километров тайги, которую ты не обеспечишь никак. Выйдут там вон партизаны или жужики какие-то, и товарняк улетел под откос. Это условно, конечно, но они не учитывают, еще раз говорю, уязвимости, критической уязвимости собственной инфраструктуры. Это первый момент. А второй момент, вот такие вот идиотские утверждения. Но это же все-таки государственное лицо. У них там сейчас даже, по-моему, замсекретаря Совета Безопасности, что-то такое, да, такая-то там полуклоунская должность. Но, тем не менее, да, вот он замсекретаря Совбеза. И это все-таки, это официальное лицо. Когда официальное лицо мелет вот такое вот трэш, значит, американцы, англичане, немцы и так далее, слушают, говорят, эхе, эхе, ничего себе. Так надо Украине помогать, потому что иначе это все выплеснется на нас. И они с утроенной силой начинают помогать Украине, потому что, если падет Украина, не дай бог, конечно, плотно-потфу, то придется воевать уже им. А те же придурки, они же больные на голову, они нападут на следующий день, нападут на Польшу. Это коню понятно. И если падет Украина, то вы будете, русские танки, это я вам даю не 100% гарантию, а 200% гарантию, вы их будете ловить под Лиссабоном. Вот, поэтому, конечно, будут помогать Украине. И с утроенной силой. Так что, в принципе, вот эти вот, как говорится, словесный понос Дмитрия Медведева приведет только к одному, к увеличению помощи Украине. Слава Богу, что он это сказал прямо перед Рамштайном. Очень пригодится.